Здравствуйте дорогие друзья, с вами Арза, сегодня продолжаем проходить модификацию Трусталкер К обычным, перед началом прохождения, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие ролики Мы с вами по-прежнему в темной долине, на поездке дня у нас задание черточины на заводе Я обещал составить компанию Трухляю для вылазки на завод, где, как он говорит, происходят странные вещи Да, это тот самый завод, на котором мы с вами в прошлой серии уже побывали Тут под этим заводом у нас лаборатория X18, кажется, путаюсь на самом деле в этих лабораториях Но неважно, я перед этим решил немного разведать территорию, здесь у нас никакой интересной аномалии нет, просто зверинец Здесь я уже тоже побывал, просто без записи, нашел артефакт, кажется капли называется, я обрадовался, думал еще один артефакт на минс радиацию Но здесь он дает немного другие свойства И сейчас мы с вами заглянем на ферму сталкеров, здесь тоже есть интересные активности Для начала давайте зайдем к технику, видите здесь один дом упал, интересно? Интересно Ёкарный бабай, напугал Привет, позволь, вопрос один, кто ты и что тут происходит? Фух, аж сердце в пятки ушло, и тебе не хворать, путник Ох, устал уже, да вот, какой приборчик пытаюсь сделать А детали одной не хватает, точнее пара деталей Называйте меня Гарпуном, слушай, поможешь мне? Награда щедрая будет Помочь-то помогу, но мне интересно, что ты пытаешься сделать? Радиоприемник, точнее его подобие, более мощное У нас, кстати говоря, все это время в инвентаре лежит рация Когда и для чего он нам пригодится? Если честно, я до сих пор не понимаю Для этого мне, собственно, нужно само радио и светильник электрический А светильник зачем? Видишь ли, чтобы усилить сигнал, нужно хоть какое-то электричество Смотри, сколько приборов тут Из этого всего я собираюсь сделать генератор Для его создания не хватает светильника Ну хорошо, а в чем подвох? Ты сказал, что заплатишь щедро Да подвох есть Я знаю места, где все это раздобыть Светильник, как и радио Можно поискать в гараже, что у входа в заброшенную лабораторию находится Там наверняка много всякого мусора и старой электроники Хм, вход в заброшенную лабораторию, отлично Нам как раз туда, собственно, и идти Из старой электроники Только вот я посылал уже до тебя одного паренька Не вернулся А я понял, там кровосос Мы нашли это место И радио мы нашли, просто у нас взять не получилось Потому что задание было неактивно Блин, капец, я побывал везде Еще до того, как задание, собственно Взял на это Может, болт положил А может, может и случилось что-то с ним Случилось, случилось, гарпун Ладно, попробую разрешить твою проблему Но никаких гарантий давать не буду Так С ним можно поторговать За хорошую сумму он берет патроны Блин, прицел, наверное, продавать не буду Продам ненужные мне медикаменты И Все, пока Мы сейчас тут еды найдем Просто какое-то гигантское количество О, привет, новое лицо Чего ты хотел? Привет Да, хотелось бы узнать кое-чего Кто вы? Очень необычный и в некоторой доле идетский вопрос Мы группа сталкеров, которая просто здесь обитает Точнее, теперь живем Занимаемся обычными вещами Собираем артефакты, зарабатываем деньги Да, как и любой Меня вот рыло кличут Ладно, кто этот гарпун? Что за человек? До самого начала с нами, в принципе, человек неплохой, только скрытный Он у нас в роли инженера своеобразного То есть он из-за скрытности проживает отдельно Не совсем Сослался, что мы будем его отвлекать Поэтому играет тут образ истинной одиночки А он всегда с вами был? Нет, когда-то давно существовала группировка такая Забыл уже Исследованиями занимались Когда распалась, то встретился с нами случайно В принципе, это все, что мы знаем о нем Понятно Я пойду, пожалуй Такие вот пироги Так, у нас Фонарик практически Разрядился Такая вот тут местность Сохранимся давайте Так, вот здесь вот Много всего интересного Забираем С вами 11 Банок консервов Так, здесь я Еще, кстати говоря, даже не лазил Тут у нас есть место для сна Там Так И личный ящик Аптечка Собираем все, что плохо лежит Пару кубанов Я там по пути убил Оставим здесь Прицел здесь оставим Еды Немного Не буду все дела продавать Просто Оставлю здесь Чтобы избавиться От личного веса Потом Если уж пригодятся Понадобятся точнее деньги Раз, кстати, не можем скинуть Мы сможем это в любой момент продать На любой базе Так, если я немного подскину И все бы у него наверняка получилось Если бы псевдожучки И псевдоможки не набежали Какой-то сталкер тут сидит Чего надо? Уйди с глаз, мужик Какой-то ты нервный Но никакого у него Собственно диалога нет Странно Что место для сна именно здесь Там, по-моему, есть Комфортное местечко Ну да ладно Не наше дело Вот такая вот тут база И у нас появилась еще одна Заданница Странный человек с фермы Попросил меня найти Электросветильник и радио В гараже неподалеку от входа В лабораторию Взамен обещал Щедрую награду Я думаю, мы не будем пересекать Два задания Сначала сейчас Попробуем найти Те самые радиодетали Ему нужные Так Тут у нас Мутанты Нужно быть аккуратными Да Хотят сказать Надо быть аккуратными Давай, давайте Идите ко мне Так Минус два Я тут на кабанах Проверил, что Жекан как будто бы Похуже, чем дротик На мутантов действует И еще Я понял, что Сколько ты В зомби не стреляй И с одного из них Ничего не падает Я на самом деле Думаю, может быть Руки Что-то и стоит Потому что я еще Ни одной руки Собственно Не находил Так как они В целом-то и не падают Будто бы Они ничего особого Не стоят Ну точнее Нет возможности проверить Стоят они или нет Не так выразился Так Тут у нас Интересная аномалия Ну нужно быть Аккуратными Аномалия Телеграф Называется Интересное Мясечко Как я и говорил Здесь есть Артефакт Так Нашел я Артефакт Тут кстати говоря Есть еще Труп Какого-то Сталкера Потихонечко Устанавливаем ХП с помощью Лом тебя мясо Так как Сева у нас Очень неплохо Улучшена Она тоже Не покосывалась Хотя аномалия Максимально противная Хочу вам сказать Выбраться из нее Порой весьма Проблематично Так Замерем у него Интересующий У нас патроны И будем Потихонечку Продвигаться Вперед Так Самое главное Я нашел Артефакт капли Формируется Аномалия жарка При высоких температурах Внешне выглядит Как почерневшее Каплевидное образование С глянцевой поверхностью Покрытое трещинами Дает Плюс два К термозащите Совершенно для нас Никакого интереса Данная функция Не представляет Не представляет Тут у нас Просто некое Пустое пространство Меня еще кстати Интересует Почему здесь Переход закрыт Ну я так понимаю Темные лощины Здесь Банально нет Тут еще Три локации Но Темные лощины Тут нет Ну Все Либо Переход на кордон Был бы ее Я считаю Очень удобно Так Аккуратно В аномалию Не угодить Так Первого на первого Мы заглянем Беги 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 Вот сюда Нашему вот этому Заданию Предлагаю в руки Взять сайгу И включить фонарик У нас уже Тем временем темнеет У нас На самом деле Уже Достаточно Большое количество денег А я по прежнему Пытаюсь экономить Батарейки Не знаю Зачем Просто Рефлекторно Так Тут у нас Ничего Никого нет Здесь мы уже были Но В этот раз же Может Сработает скрипт Так Метка у нас здесь Здесь ничего нет Все самое интересное Вот здесь Что за прибор Еле живой Электросветильник Чтобы убедиться В рабоспособности Нужно его Запитать Кстати говоря Я же здесь был И я же все обыскивал Ну в целом Все Обыкновенный радиоприемник Найденный на просторах зоны Работает или нет Предстоит выяснить Ну и этого паренька Мы тоже уже обыскивали Опять нашли патронов 156 Которые нам в целом Совершенно не нужны Вот такие вот пироги Ладно Пойдемте Трухляю На самом деле У нас уже Темнеет Но давайте уже Доделаем Все наши заданицы Здорово Мужики Ну где тебя носит Мля Не-не-не Это не то Нефига Ну где ты ходишь Мы тут заколебались Жопы просиживать Я готов Идем Следовать за отрядом Пойдемте Это с кабанами Перестреливался Вне записи Понял что Сайга конечно В этой модификации Совершенно не имбовая Она кабанов Может быть у меня просто Нету дроби Я не бегаю с дробью Так как она тяжелее всех Чтобы избавиться От лишнего веса Может быть с дроби Кабаны бы ложились Там условно говоря С двух выстрелов Но здесь Даже в упор Три-четыре выстрела Нужно одному кабану Плюс Так это катсцена Плюс скорострельность Плохая очень Поэтому Тихо На цырлах Сайга плохо себя проявила В перестрелке с кабанами Ну что Может быть для калибровки Инструменты будут Улучшим Скорострельность Вот скорострельность Прямо нормально Нужна скорострельность Скажем так Может фонарики включатся Друзья Не? Темновато Мне кажется Вот этих трупов Я кстати Не видел Надо бы для начала Тут все осмотреть Масол Иди посмотри Шмура Надо понять Как их замочили Всех Только Аккуратнее Стремно Да не сыты Двигай дальше Вроде тихо Давайте за ним Пацаны Он кстати говорил Что я буду четвертый В итоге нас Пятеро Блин Некоторые трупы Я даже Совершенно не заметил Ему походу Сжея свернули Огнестрела Я не вижу Тварь Вон она В углу Сейчас я тебя гнида Что ты гонишь Нет там никого Убери волыну Да там она Мля буду Ладно Будьте аккуратней Осмотрим каждый угол Если кто-то из мутантов Здесь и обитает Надо его завалить Кто это может быть Контролер Осмотрим остальных жмуров Ну контролеры Блин Что ж это за мистик На заводе творится Что-то странное Нужно смотреть Давайте по одному Тут не развернуться Блин Подтягивайтесь И какая-то катсцена Снова От этого жмура Я видел Бюреры Как идея Сука Что ж так зубы сводит Эй Иди посмотри Дальнего жмура Тебе ближе Осторожно Нормально Типа прибило Контролер Как будто бы Все таки Блин Патроны закончились Охо-хо-хо-хо Это было Как минимум Странно Ладно Не время конечно Давайте Соберем с них Дань Столь жаркого боя в моей жизни еще не было. Пора забирать награду. Так, мне интересно, правда, интересно почитать. Так, тут очень много всего у меня добавилось. Новый нож даже добавился. Ничего себе. Персонажей по-прежнему никаких персонажей нет. Полтергейст-охранник. Поистине сверхъестественные невидимые существа, встречающиеся только в глубине зоны, обитают, как правило, внутри полуразрушенных зданий. О происхождении ничего достоверно неизвестно. Бытует легенда, что это духи сталкеров, попавших под мощный выброс. Механизм проявления этих невидимых действует, соответственно, легендам. А Полтергейст-откуда и название? И отличается разнообразием. От периодического воя и смеха до появляющихся из ниоткуда опасных огненных шарок. Но, к сожалению, все сведения об этом явлении черпаются из невнятных и довольно противоречивых рассказов, правдивость которых вызывает сомнения. Да, ну и тварь, конечно. Фух, фух, фух. Давайте пацанов положила. Давайте наружу. Там уже и поговорим. На этот труп обыскать нельзя, но патронов возьмем. Хоть кто-то, как говорится, жив остался. Адерация с организмом. Пожалуй, выведем. Ну, ни хера себе тут зверьё, сука! Но нас так просто не возьмёшь! Ничего так вышла прогулочка. Ничего себе, это что ещё за тварь такая? Хера её знает. На обычную Полтергейста она не похожа совсем, кожа даже другого цвета. Откуда она только тут взялась? Ты же сам говорил, что тут вход в подземелье. Может, оттуда она родом? Не знаю, может быть. Надеюсь, она бесплодной, детей у неё нет. Проверить бы это точно. Я не смогу тут вести дела, если под боком у нас будет обитать такая нечисть. Давай подорвём проход в подземку. Делов-то. А нахрена мы тогда зачистили это место? Завалим проход? Сюда ходить никто не будет. А значит, не с кого нам бабосы срубать. Не думал я, что сталкеров интересует подземки. Что там интересно может быть? Мне мой друган рассказывал, что ИК-18 ещё несколько лет назад обнаружили. За это время там уже всё растащили, наверное. Без обид, пацан. Но я думал, ты из опытных. Вопросы у тебя совсем глупы. Это не просто подземелья, а заброшенная лаборатория. Сколько бы там ни вынесли, ещё куча всего интересного может быть. А легенду про то, что в подземельях можно найти дорогие артефакты, слышал? Думаю, это не просто легенда. Был у нас тут один сталкер. Час наведывался в подземку. Платил большие деньги, но всё равно приходил и переходил вновь. Значит, была ему выгода. Логично. Только с последней ходки в подземелье он не вернулся. Помер, видать. В любом случае, мне до этого дела особого нет. Я свою часть работы выполнил. Я за свой базар отвечаю. Поработал? Держи, обещанные бабосики. Если что, заходи к нам. Работу для тебя всегда найдём. Спасибо. Удачи тогда вашему бизнесу. И тебе того же. Блин, кстати, 4000 всего он нам дал. Это просто за такое. Минимум десятка. Небольшой свет. И надеюсь, шестёркой меня после этого считать не будешь. В общем, если будешь и дальше иметь дела с монголом, то советую всегда всё проверять. Просто будь аккуратен с ним. Это тебе просто такой небольшой совет в качестве награды за помощь. Что ты имеешь в виду? Только то, что сказал ему. А будь таких сталкеров, как ты, расплюнуть. Спасибо за предупреждение. Удачи. На что он намекает? Может быть, кейс пустой? Я первый, о чём подумал. Так. Выждать момент. Пока что, как будто бы... Как будто бы момент неподходящий. Понимаете, что интересно? Что тут по входу в лабораторию? Ну, понятное дело, что он закрыт. Но мне просто интересно. Дверь заперта. Понятно. Так. Ночью мы явно бегать не будем. По зоне бегать ночью. Занятие такое себе. Задание получилось, ну, в целом, уважаемое. Уважаемое. Так. Сейчас. Как бы два задания в одно. Не знаю пока что, что это значит выждать момент. Пока что у меня цель вернуться на ферму и отдать радиодетали, которые мы с вами нашли. Ну, и также, естественно, стоит поспать. Такое время суток, как я говорил, бегать точно не стоит. И тут, недалеко отбежав от базы, происходит вот такая вот штука. Блин, вот же суки! Ну, кто бы сомневался. Бандитам, конечно, как два пальца. Похоже, я снова облажался. Внутри кейса оказались не артефакты, а обычные камни. Не знаю, есть ли смысл сейчас идти к лидеру бандитов, но другого варианта я не нахожу. Такие вот пироги. В любом случае, сначала к технику. Сначала к технику. Нужно поспать. Продать, наверное, как пухты. Артефакт. Интересно, вкусно. Продать часть вооружения. О, кстати, это кристальная колючка. Такой артефакт мы еще не находили. Кристаллизуется в аномалии жгучи пух. Попадается нечасто и довольно эффективно фильтрует химические газы, чем заслужил себе стабильную цену на рынок артефактов. Ну, такой среднего качества артефакт. Я точно помню, что такой артефакт нужен был Сидоровичу. Итак, с добрым утром, как говорится. Поспали, поели, попили. Идем к технику. Солнечная погодка не может не радовать. Принес? Ты сам-то в порядке? И что случилось с предыдущим? Держи свои хреновины. А пропащего искать не надо. Там он, обглоданный кровососцами, лежит. И все же у меня к тебе вопрос. 4 500. Получили. Валяй. Ах да, награде. Возьми деньжат. Думаю, пригодятся. Спасибо. Теперь к вопросу. Почему такая большая сумма за обычную курьерскую просьбу? Большая? Что-то тут с ценами в темной долине, конечно, 4 тысячи за завалить какого-то полтергеста необычного. 4 500. Ну, ладно. За курьерскую работу 4 500 вполне нормальные деньги. Ну, нам же от нас там же могли убить. Во-первых, я сказал, что плата будет щедрая. Во-вторых, ладно, ты меня раскусил. Светильник мне нужен не для радиоприемника. Я в своем роде коллекционер. Разного рода технику и прочую лабуду собираю. Вот это, например, один из редчайших экземпляров. Я понял, это уже не мое дело. А у тебя еще есть что-нибудь? Ну, может, еще чего поискать для тебя? Деньжат захотелось? Понимаю. Дай-ка подумаю. Есть одно дельце. Только вот сейчас об этом я бы не хотел говорить. Это какая-то тайна? В некотором роде, ты приходи сюда же, но попозже. Когда я закончу кое-какое дело. Я тебе маякнул. Будь на связи. Ладно, ты меня заинтриговал. Поверь, это будет того стоить. Опять 4 500 дашь. Дождаться сообщения от группуна. Местный радиолюбитель решил предложить еще одно дело, но после того, как разберется со своими проблемами. Нужно дождаться от него сообщения. Цена за ремонт у тебя, конечно, мое почтение. Сева у нас по-прежнему не ломается. Так, тут вроде бы патроны нужно ему продать. 3 700 у него еще есть. Забирай, 1600 еще в карман нам капает. Ну, теперь можно отправляться к бандитам. Понятное дело, что монгол сейчас нам скажет. Это я вообще не при делах, братан. Это ты сам камни кинул. Да, надо было на месте проверять. Ну, конечно, он сейчас... Ну, либо будет что-то типа... Ух ты, кстати, я почему так плохо бегаю? Потому что на поясе нет пружинки. Ну, или что-то типа скажет. Давай, отрабатывай. Кстати говоря, тайничок, который нам дал Трухляй, он, конечно, не ценит той информации, которую он нам дал, но все же. Теперь у тебя есть доступ к моему сейфу на заправке. Не забывай про выродков на базе, которые только ждут, когда подвернется случай устроить облаву на мимо идущего сталкера. Так, я тут, я, кстати, сюда уже залазил. Вот, но в прошлый раз сейф был недоступен. Что тут у нас есть интересного? ФНК на 557. Ну, точнее, ладно, неважно. Граната РГО. Батарейки, соответственно, возьмем. Давайте, наверное, все возьмем. Вот. ФНК, ФНК, ФНК. Нормальная штука. Но в целом, вряд ли нам пригодится. Я прицелил у него, конечно, такой себе. Пусть будет. Идем в тайничок или, не знаю, продадим кому-нибудь. Так. Уже снова. Сталкер, помоги. Меня порезат скоро. Да я помню, братя, братан. Думаю, может какой диалог новый. Так, метка у нас здесь. А. Я понял, метка у нас наверху, просто говоря. Выглядит так. Я их чувствую, пошит у нас сейчас, как просто... ...последнего лоха. Хотя, казалось бы, куда хуже, правда? Балабонь быстрее, че надо? Что за дела? Внутри вашего кейса нет артефактов. Че? Ты прибурел? Я отдал деньги. Деньги торговца. А вы свою часть сделки не выполнили. Артефактов в кейсе нет. Мозгов у тебя нет, олень. Тебе дали кейс с артефактами. А то, что ты их не донес до торговца, только твои проблемы. Где ты был все это время? Сразу все проверять надо, щегол. А то пропил их, пошел. А теперь предъяву мне бросаешь. За это я бы тебе рога подшибал. Это жалко отношения с торговцем портить. Проваливай отсюда. Но мне нужны эти артефакты. Без проблем. Тащи 50 косарей, мы тебе их соберем. Еще раз такими наездами здесь появишься? Башку тебя расшибу, фраер. Ну, у меня есть 50 косарей. Черт, Рухляй был прав насчет этого блюдка Монгола. Так, пока побуду в темном долине и что-нибудь придумаю. Но, то есть, ему сейчас все равно, получается, нельзя отдать просто 50К, который у нас, собственно, есть. Поэтому, в любом случае, нужно идти к Трухляю. Трухляй предлагал работу, ввиду нынешней ситуации, будет логичным согласиться. Естественно, естественно. Чего у тебя там, Трухляй, есть интересного? Показывай. Ну, я примерно такой расклад и предполагал. Надо было проверить сразу. Ну, чё, облопошли меня. Такие вот дела, браток. Ну, здорово. Привет, это снова я. В общем, твое предложение о работе еще в силе? Конечно, в силе. У нас есть определенные планы на это место, поэтому дел много. А ты чё, не на свалке? Если коротко, ты был прав насчет Монгола, поэтому работа мне не помешает. Ты пошел он? Скажу тебе по секрету, мы хотим слинять от него. Достал. Но надо это проведуть мирным способом. Всё-таки от братков. Там братков на базе много. Если лишним чё-то ляпнешь, а они нас за раз порешают. Но это так, мысли вслух. Давай ближе к делу. Давай сразу проясним, что я не буду заниматься разного рода мокрухой и идти против вольных сталкеров. А я тебе этого не предлагаю. Этим мы сами займемся, если понадобится. Мы тебе можем и другую работу предложить. Войдешь к нам в долю. Деньги лопатой грести не будешь, но и голодранцем с нами не останешься. Предложение интересное. Но мне бы хотелось получше знать, на что я подписываюсь. Для начала надо решить нашу проблему. Необходимо проверить, нет ли в подземелье логово этих тварей. Я с тобой отправлю двух своих ребят. Просто разведывайте обстановку. Если заметите нечто похожее на эту тварь, сразу драпайте оттуда. Я бы не хотел больше терять людей. А мы тут пока на поверхности дела порешаем. Вот тебе ключ для входа. Ладно, если только разведка, то я согласен. Так, спуститься с бандитами в лабораторию X-18. Куда побежали, ребятки? Что, скрипты поломались? Понял, у вас свои входы-выходы. Мне такого добра не надо. Да не бегайте вы кругами, успокойтесь. Так, пожалуй, надо сохраниться. Все, успокоились. Рашпиль и Массол. Тот самый ссыкливый сталкер. Ладно, в лабораторию X-18 мы уже будем спускаться в следующей серии. Пока что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Ну а с вами был Арза и модификация TrueStalker. До встречи, сталкеры. Субтитры делал DimaTorzok